Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... При этом при увеличении индекса массы тела на каждые 5 единиц риск развития рака тела матки увеличивается почти в 2 раза. И вот при такой ситуации у нас в диспансере сложилась ситуация, когда появился бариатрический хирург с колоссальным опытом работы, Самойл Владимир Сергеевич, и мы с ним задумались над лечением этих двух патологий, причем одномоментно. Еще Ян Владимирович Бохман во взаимосвязи ожирения и рака эндометрия говорил, что могут принять участие биологические механизмы. Также не буду останавливаться на этом слайде, он хорошо известен онкогинекологам. Итак, актуальность темы нашего исследования. Морбидное ожирение является серьезной медико-социальной проблемой, связанной со снижением качества жизни и ее продолжительности. По данным Всемирной организации здравоохранения, избыточная масса тела наблюдается более чем у полутора миллиардов взрослого населения. Ожирение является причиной смерти почти чем у трех миллионов человек ежегодно и вызывает или увеличивает риск развития целого ряда тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, абструктивное отное сна, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение мозгового кровообращения, бронхиальная астма, дегенеративные заболевания костей и суставов и множество других патологий. На сегодняшний день наиболее эффективным методом коррекции морбидного ожирения и сопутствующих, а также ассоциированных с ним заболеваний является бариатрическая хирургия. Данный вид оперативных вмешательств приводит к клинической значимой потере висса, причем достаточно быстрой, и стойкому удержанию результата, что не только снижает риск развития и прогрессирования рака теломатки, но и влияет на компенсацию коморбидной патологии. Эти операции включены в национальные клинические рекомендации, здесь они представлены. В последнее время некоторые крупные центры начали делиться своим опытом симультанного выполнения бариатрического этапа совместно с проведением малоинвазивной гистероктомии при злокачественном образовании тела матки. Так, в 2019 году своим случаем одномоментной лапароскопической бариатрической операции и экстерпации матки с придатками у пациентки 54-х лет с морбидным ожирением, с сахарным диабетом и раком эндометрией поделилась клиника МИО. В отечественной литературе мы не нашли информации о подобном опыте, по имеющимся в настоящее время данным современным. И значимое снижение веса у пациенток в злокачественном образовании тела матки и морбидным ожирением улучшает онкологические прогнозы и неонкологические прогнозы. Здесь представлено расположение хирургической бригады на первом этапе симультанной операции. Сначала выполняет этап хирургическая бригада. Перед выполнением самой операции пациентка располагается на операционном столе так же, как при гинекологической операции. Мы ее переводим в положение тренд-эленбург, смотрим состояние организма на витальные функции. Если все компенсировано, то выполняем эту операцию. Здесь, как правило, зависит очень много от анестезиологической бригады, от анестезиологического пособия. И если анестезиологи подготовлены, то эти противопоказания выставляются крайне-крайне редко. Затем гинекологи становятся в классическом расположении. Операционный стол поворачивается, либо поворачивается экран, и выполняется второй этап операции. Последовательность этапов операции. Мы пробовали несколько вариантов. Начинали из гинекологического этапа, из бариатрического этапа гастроктомии. Мы остановились все-таки на той последовательности, о которой говорили. Изначально бариатрические хирурги выполняют свой этап, затем становимся мы. Это технически более комфортно и быстрее проходит операция относительно других вариантов. Это основная группа пациенток, с которыми мы работаем. Здесь классическая пациентка, ее масса больше, чем масса двух хирургов. Возрастная группа. Средний возраст составил 49 лет, минимальный 32 года, максимальный 63. Мы пока не расширяем эти рамки в сторону увеличения возраста, так как недавно начали выполнять эти операции. Со временем, я думаю, что этот спектр будет расширен. Показатели индекса массы тела. Это минимально 40 кг на метр квадратный. Максимальный индекс массы тела пока у нас был 71,5. Средний составил 52. Тут я хотел бы сказать, что у нас ограничений по максимальному индексу массы тела не было. То есть те пациентки, которые подходили под этот вид лечения, мы никому не отказывали. Ну и, соответственно, если пациенты были готовы и психологически, морально к данному виду вмешательства. Количество койко-дней. В среднем составило 6,8. От 3 до 14 дней пациенты находились в стационаре. Продолжительность операции здесь представлена и продолжительность наркоза. Естественно, с каждой следующей операцией, как правило, время постепенно уменьшается. Время наблюдения пациенток от 1 месяца до 1,5 лет. За время наблюдения рецидивов и осложнений пока мы не наблюдали. Минимальная потеря веса составила 6 кг, максимальная – 65 кг. Средняя потеря веса около 40 кг. Выводы. Возникновение злокального образования тела матки у пациентки с морбидным ожирением является реализация онкологических рисков. Предупредить бороться с которым необходимо на разных этапах, как до, так и после, в том числе и во время лечения опухоли. Значимая стойкость снижения веса благоприятно влияет, в первую очередь, на онкологические прогнозы. Выполнение бариатрического вмешательства у пациенток с морбидным ожирением также важно с позиции того, что при ранних стадиях заболевания тела матки в отдаленном периоде риски смертности от морбидного ожирения гораздо выше, чем от злокачественных новообразований после проведенного лечения. И, к сожалению, эта группа пациенток чаще погибает от осложнений именно ожирения, а не от онкологических рисков. Наличие у пациенток с морбидным ожирением заболеваний тела матки определяет необходимость рассмотрения вопроса о проведении двух видов вмешательств. Гистероктомия и бариатрические операции. В настоящее время у нас пока небольшой опыт проведения этих операций, 10 пациенток прошло у нас, но сейчас уже 11, здесь вот в Курске оперировали, 11-я была пациентка. Здесь представлена бригада, и, как я уже сказал, это работа не одного человека и даже не одной бригады. Над этими пациентками работают две хирургические бригады, анестезиологическая бригада. Помимо этого в работу включены ряд специалистов, психологи, психиатры, эндокринологи и так далее. То есть это группа пациентов, которая нуждается в таком комплексном подходе со стороны разных врачей. Мы надеемся, что результаты вот этой работы будут положительными. Спасибо большое.